В дополнение геморрой, трещина заднего прохода, голод сухой, сукотерапия и так далее. Вот пришел отзыв, примерно аналогичный и даже возраст тот же 50 лет. Но уже мужчина голодал 21 день, 4 дня на сухую, а после выхода началось запоры и кровь из жопы. Стал бояться ходить в туалет без клизмы, а после порождения стоял в слече с облепиховым маслом. Так прожил год, повторил голодание 16 дней, 4 дня на сухую. Вот это вот можно было не делать. В этот раз выход сделал более долгим. 3 дня соки, 3 дня свежие салаты, 3 дня вареные овощи. И как старый малаховец стал по утрам выпивать стакан мочи. С утра есть каши, долговаримые, то есть чтобы каши были размазня. И обязательно туда маслица, дальше можно там соли немножечко подбавить или еще каких-то специй для вкуса. Но не делайте их сладкими. И жизнь наладилась. Но свечи пару раз в неделю ставлю для профилактики. Мне 50 лет. Вот видите, мы все наслушались, начитались и так далее. Вот такой вот информации, что там голод, там вещь хорошая. Да, голод хорошая вещь. Знаете, им надо уметь пользоваться, как ножом. Он может резать, может вам помогать, а может палец отрезать. Даже его отрубить, если не пользоваться. Так точно и голод. Надо понимать, что там происходит, какие процессы. Что там, почему это все происходит. Сохнет стул, дуемся, геморрой, кровь и так далее, болит. И вплоть до того, что видите, целый год начинаем бояться там в туалет сходить и клизмы делать. То есть нажили себе проблему, которая легко устраняется. Теплые ванны, ну я там повторил все это там такое. И вот человек, пожалуйста, проделал все это. Совсем другой табак. Видите, как все просто, если знать. И как все может быть замудрено и плохо, если не знать вот таких вот вещей, о которых я рассказываю. И, кстати, об этом вы можете почитать в моих книгах «Целительная сила. Основы здоровья». Пожалуйста. Библиотека открыта бесплатно. После нового года все ее только закрываем. Субтитры сделал DimaTorzok